Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Наверное, я не сделаю открытия, если скажу, что в непростое время мы все с вами живем. Пандемия, санкции, разделение во мнениях и взглядах на происходящее вокруг нас можно и дальше перечислять долго. Казалось бы, мы должны были бы отрезветь умом и сердцем, духовно встряхнуться, но часто происходит обратное. Люди ожесточаются, становятся раздражительными, более нетерпеливыми, порой жестокими. Так отчего сердце человеческое ожесточается? Ответ кажется простым и очевидным. От перенесенных страданий и тягот, от изнаряющей нужды, от непосильного горя. А если еще точнее, от людской злобы и бесчувствия, на которые человек просто вынужден был научиться отвечать, но, увы, отвечает тем же. Вроде бы, все тут логично и правильно, но лишь на первый взгляд. При более серьезном рассуждении эта простая схема не выдерживает никакой критики. Уже хотя бы потому, что огромное множество людей сумели не ожесточиться и сохранить способность к любви и милосердию в самых чудовищных условиях – на войне, в концлагерях, в палатах для неизлечимо больных. И, напротив, вполне благополучные, ни в чем не нуждающиеся и ничем не стесненные люди могут вести себя так, будто у них вместо сердца камень. А самое главное, если принять мысль о том, что ожесточение человека – результат воздействия на него извне, через вот эти приборы очень часто, то с неизбежностью нужно будет признать, что человек не свободен в своем выборе между милосердием и черствостью, что выбор этот целиком зависит от обстоятельств его жизни, а добрым и отзывчивым способен быть только тот, кому судьба всю дорогу выдавала один, одни лишь медовые пряники, так образно говоря. Однако практика и опыт жизни убедительно доказывают, что в реальной жизни все обстоит ровно наоборот. Как раз люди, хлебнувшие в жизни лихо, столкнувшиеся с неимоверными трудностями, куда чаще бывают способны к состраданию и участию в чужой беде. И потом, именно в преодолении трагических обстоятельств выявляют себя самые лучшие, самые благородные и возвышенные человеческие качества. Самоотверженность, героизм, жертвенность в принципе невозможны там, где все хорошо и где нет человеческого горя. Очевидно, что тяготы жизни – лишь одно из возможных условий ожесточения сердца человеческого, но никак не его причина. Это только собака, как известно из детской песенки, бывает кусачей от жизни собачьей. Но так ведь на то она и собака, у нее нет этических критериев и свободы нравственного выбора. Человека же определять по этой же линейке можно лишь в том случае, если хочешь его унизить и приравнять к животному. Но все-таки, откуда же тогда берется столько ожесточения в людях? И мы видим, что за примерами далеко ходить нет нужды. К сожалению, каждый из нас на собственном опыте хорошо знает, как может душа заледенеть настолько, что достучаться до нее не могут даже самые родные и самые близкие люди. И что печальнее всего, подобное состояние обычно не является результатом каких-то особо страшных бед. Повод к началу в нашем сердце такого, образно говоря, ледникового периода может быть настолько ничтожным, что мы даже не всегда способны его отследить. Просто в определенный момент вдруг констатируешь, что живешь словно бы в какой-то капсуле, отделяющей тебя от всего остального мира. И любая попытка пробиться к тебе извне не вызывает в твоем сердце ничего, кроме раздражения и неприязни. Собственно, само слово «ожесточить» буквально и означает сделать жестким, твердым, неспособным воспринимать какое-либо воздействие извне. Не случайно ведь противоположное жестокосердию качество человека принято обозначать в тех же категориях, но с обратным знаком. Мягкосердечный. Не мягкотелый, не слабовольный. Не будем путать эти понятия. Мягкосердечный. То есть способный к перемене своего сердца, сохранившим эмоциональную пластичность. Но как же происходит в человеке потеря такой драгоценной способности? В христианстве, безусловно, есть ответ на этот важный для каждого человека вопрос. Но для того, чтобы правильно его понять, необходимо сделать небольшой экскурс в текст Священного Писания. Собственно, что мы и сделаем в нашей следующей передаче, когда будем говорить о Тщеславии. 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 Тщеславия. Субтитры создавал DimaTorzok